Привет, привет, дорогие друзья! Я соскучился уже за вами, так как целую неделю не снимал видео. Давайте посвятим это небольшое видео такой теме, как... Сейчас я сформулирую его, постараюсь покороче, вернее, ее, эту тему, да? Скажем так, являются ли тесты английского, такие как TOEFL, IELTS, SAE, CPE, ну и некоторые другие, показателем вашего реального английского? Ну, я думаю, вам уже понятно, о чем пойдет речь. Почему я решил снять это видео? Потому что частенько я слышу, как люди сомневаются, что ли, критикуют эти TOEFL, IELTS и так далее, что, дескать, ну, тут я слышу как бы два перегиба, да? Или люди говорят, что для того, чтобы сдать успешно, например, IELTS, вам там надо знать всего чуть ли не, я не знаю, там чуть ли не 700 слов или 1000 слов. И вот как его сдавать, и все, и нормально себе езжайте, и сдадите вы его на высокий бал. Я последние 10 лет постоянно имею дело с этим IELTS, да, и тот, ну, я не знаю, как это можно там, тысячу слов, да, если кто-то не знает, это если мы возьмем какой-то рассказ, небольшой, там, ну, я не знаю, там, три странички, рассказик, и в нем там несколько диалогов и так далее, кроме описания, вот это у нас уже будет, наберется 1000 слов, это больше, наверное. Ну, на такую темку, на такую простую-простую, типа, привет, как дела, там, меня зовут, ну, вот. Либо, наоборот, я слышу второй перегиб, как бы, что IELTS, такие вот они сложные и такие уж сильно академические, поэтому человек, даже хорошо, классно владеющий английским, вот он, дескать, ну, вот, он в жизни на английском классно все шпарит и так далее, и разговаривает, и понимает, и пишет, а тесты не может сдать на достойный бал. Ну, вот, я решил с вами немножко пофилософствовать на эту тему и поделиться своим опытом. Если вдруг вам предстоит сдавать эти тесты, ну, вот, и вы, как бы, колеблитесь, да, а стоит ли и так далее, и прислушиваетесь к мнению друзей, ну, учителей, репетиторов и так далее, вот, то я как человек напрямую и конкретно имеющий отношение к этим тестам, подготовивший десятки учеников к этим тестам, и уже, понимаете, раз я десятки подготовил, то я же могу, ну, как, предугадывать, что по уровню английского человека, да, данного, я же вижу, как он сдаст этот IELTS TOEFL, ну, и другие, да, вот, и я ошибаюсь довольно редко. То есть, ну, уже опыт есть, и так, смотрите, являются ли эти тесты показателем нашего реального английского, который мы можем использовать в нашей жизни, как бы, повседневной, там, где-то за рубежом, или не являются? Я на основании своего опыта заявляю, что являются. Критиковать – это много ума не надо, вы знаете, ну, и без меня вы это, как бы, я думаю, абсолютно, знаете, чтобы критиковать, язвить, возмущаться, находить недостатки, вот, особого креатива и мозгов не надо. Вот мне то, не то, и то, не то. Эти TOEFL и IELTS уже на рынке, скажем, условно, там, 40 лет, ну, особенно TOEFL, если не больше, люди вовлечены в производство, как бы, разработку этих тестов тысячи людей, тысячи. Каждый тест, вот этот каждый, который, например, проходит, там, скажем, раз в две недели, да, вот, ну, возьмем Москву или Киев, ну, даже раз в неделю, да, и во всем мире, вот, раз в неделю TOEFL или IELTS, вот этот каждый тестик отдельный разрабатывается около двух лет или даже больше, представьте себе, два года, целая группа людей, не один, там, полувыпивший, да, сидит по вечерам что-то там, а несколько десятков и сотен человек только разрабатывают вот эти вот тексты, диалоги и так далее, и так далее. Для того, для чего? Для того, чтобы это отвечало вот реалиям, ну, настоящей жизни, да, реальной жизни. Вот, для того, чтобы сделать эти тесты максимально соответствующими реальной жизни. И поэтому, да, никто не идеален, естественно, что, ну, так как мы все люди, определенный субъективный фактор может там присутствовать. Ну, например, при оценке, вот, вашего writing, там, письма, да, живые люди проверяют, не роботы, поэтому, ну, естественно, какой-то аспектик есть, то человек может быть в более хорошем настроении, там, менее хорошем и так далее. То же самое speaking, вот этот разговор, да, проверяют тоже люди. Ну, а как его робот проверит? Пока еще человечество таких компьютеров не придумало, да и нужно ли. В этой механизации тоже есть плюсы, если, может быть, какие-то там минусы и так далее. Ну вот. Но тем не менее, люди стараются десятилетиями, чтобы сделать эти тесты, ну, идеально похожими на, как бы, чтобы они соответствовали уровню образованного языконосителя. То есть нас с вами сравнивают в идеале с образованным языконосителем, то есть не с безграмотным каким-то, ну, я не извините, там, каким-то сельским бомжом, да, каким-то, в каком-то ведь английском селе, там, глухом, наверное, такие тоже есть, да, вот, что он там, ну, я не знаю, словарный запас три слова, из них два матюка и так далее, которые он не может нормально выговаривать, потому что запинается там, вот, нет, с таким нас не сравнивают, да. Но и с другой стороны, с профессором лингвистики, уж прямо, который ударяется в такие, там, философство, они нас тоже не сравнивают, нормальный, образованный языконоситель. Ну, возьмем, например, какой-то инженер, представьте себе, он, вот, у него ежедневное общение, как бы, да, какой у него круг общения, какой у него стиль общения, да, какое содержание. Например, или студент, какого-то колледжа, вот с такими людьми, то есть не суперпрофессорами, ну, и не с ограниченными нас сравнивают. И я считаю, что, и многие, вот я считал, на всяких форумах, обсуждениях, что эти тесты с каждым годом становятся все более и более совершенными. TOEFL, ILC, AECP, ну, такие тесты, как есть SAT, вот эти американские, ACT, или специфические, такие как GMAT и так далее, я их сейчас, ну, они тоже, как бы, в эту сферу вписываются, ну, там есть математика и так далее, то есть там дело не столько уже в английском, сколько, ну, в крутом английском, потому что они либо, как этот SAT, там, проверяя, как аналог российского ЕГЭ, да, и украинского ЗНО, так у них вот этот SAT, ACT, то есть, ну, это для языков носителей, там еще сложнее. Мы рассматриваем международный тест английского, TOEFL, IELTS, ну, и кембриджские несколько вот эти, я не беру первые CAT, PET, там, потому что это детский сад, а такие CAE, CPE, вот эти вот, они, я считаю, реально являются показателем, то есть, к чему я веду, если вы сдадите на высокий балл, IELTS, например, это автоматом означает, что вы в жизни нормально справитесь с любой, ну, такой, языковой ситуацией. Ну, условно возьмем, в IELTS максимум там 9, да, 9, если вы сдаете на 7 или больше, да, это значит, вы в английском реально что-то, что-то, я так кавычка говорю, вы много чего понимаете и соображаете, и можете, даже если на 6,5, вот так вот, такие баллы, как 8, 8,5, 9, ну, это, ну, вы можете этот английский преподавать, да, элемент лотерейки в этих тестах присутствует, в каком плане? Какой там уже тест попасться вам, который, например, текст, да, где слова будут более вам знакомы, ну, вот, например, там, по биологии что-то, да, а вы очень любите биологию с детства, и где-то там термины какие-то что-то, а, например, второй текст попался вам по истории, а вы терпеть не можете эту историю, и поэтому, ну, и вообще, ну, вот там, да, элемент лотереи небольшой есть, но он очень маленький, и поэтому разброс вот этих баллов у вас из-за элемента лотереи, если вот возьму 9, да, ну, полбала может быть, но не 3 балла, то есть не такая лотерея, что вы идете на этот тест, тем более, если вы знаете его механику, как бы, ну, а с ихней вот этой механикой познакомиться не так уж прямо и сложно уже, ну, пригласите себе репетитора и знакомьтесь, или сами знакомьтесь, сейчас, благо дела, интернет, много этих всяких симуляторов, тренажеров и так далее, и так далее, всяких, на всяких торрентах вот этих выложенных пособий, ну, все для вас, я считаю, никогда еще не было так легко людям готовиться к этим тестам, как сейчас, если мы взем 30 лет назад, представляете, только учебник один и все, и две кассеты зажеванных, ну, я так шучу, конечно, сейчас же, боже мой, сколько этих всяких, в одном ютюбе, сколько этих материалов, да, а если взять там другие, безграничные, простые, поэтому, друзья, я считаю, что доверять этим тестам можно, и если вы надумали издавателю, нужно отнеситесь к ним, как показателю реального вашего английского, то есть справедливым, объективным тестом, не стоит слушать людей, которые вот эти глупости, как я уже упоминал, да, что или это тесты для каких-то там 700 слов выучил и поехал, издавал, или еще что-то, или наоборот, что вот вы классно владеете, а эти тесты такие страшные, что вы их не сдадите, уже сколько сотен раз проверялось, если вы занимаетесь, если вы улучшаете свой английский и так далее, вы уже, ваш репетитор вам уже может предварительно, как бы, сказать, приблизительно, какой балл вы там получите, и эти тесты, они вам пригодятся, ну, это тема отдельного видео, я хочу снять маленькое видео, ну, насколько классные эти тесты, могут служить мотивацией вам, но это тема отдельного видео, чтобы сейчас я это не затягивал, если вот вы чувствуете, вы хотите английский учить, да, вот я хочу изучать английский, но такой пока цели давящие у меня нету, вот что через год мне там какое-то серьезнейшее собеседование задавать, но вот я чувствую, вот мне хочется и так далее, так вот, чтобы ваше хочется, не просто осталось хочется, да, и вы позанимались там пять уроков с репетитором, а потом вам это надоело, вы забросили, через год у вас опять импульс, всплеск эдакий активности случился, да, и вы так опять пять раз позанимались, так оно всю жизнь будет, ничего вы не выучите, вам надо мотивация, вот этот фактор, который будет вас подталкивать вперед, вот, и эти тесты являются шикарными просто, фактором об этом мы поговорим в следующих видео. Окей, друзья, я желаю вам красивого английского, удачи на тестах, если вам предстоит их сдавать, и помните, что, вот, что, что в мире озамерить реально ваш английский, вот, по-настоящему, объективно и так далее, могут именно эти тесты английского TOEFL, IELTS, CAE, FCE, CPE, ну и там некоторые другие, вот, но TOEFL, IELTS самые два таких распространенных. Окей, друзья, до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok